Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Начался конкурс Человек-года. Первые победители на ринге Уманский, Паршина и Моргенштерн. Они уделали соответственно Шофееву, Ебарова и Марсиагу. Но пока еще проголосовали только участники Дома-2. Окончательно ребят можно будет назвать победителями первого этапа после того, как проголосуют зрители на Рутубе. Черно начинает со вторника новую жизнь. День их снастал, пишет она. Завтра я взвешусь, это будет смертельный номер. Врач сказал, что Черно полностью восстановилась и может ходить на дорожку. Другие нагрузки после КС пока нельзя. Также Черно публикует видео милых разговоров папы Йоси и Стефана. Зрители дают ей советы. Пишут, что нельзя подходить к ребеночку из-за головы, играть с ним и общаться. Только лицо в лицо. Иначе у малыша будут западать глазки и впоследствии они будут катить. Ну а Стефан делает успехи. Он подражает голосам животных, копирует звуки и громко смеется. Любящие родители уже планируют и будущее малыша. Сто процентов он у них будет боксером. Геля Монах показала на видео свою доченьку Степанию. Грудную ребенок женщине не помеха. Менщиковый едут куда захотят. Сейчас они в Сочи отдыхают. Геля кормит малышку там, где ей это удобно. В машине, на пляже. И это не выглядит пошло. А вот когда другая участница кормила свою дочку, она так коряво это делала, задирая подол сарафана, что очень много было недоуменных зрительских комментариев. Каролина постоянно помогает маме. Очень хорошая девушка. На всех фото Степа на руках старшей сестры. Малышка очень смешная, голову еще толком не умеет держать, болтает со стороны в сторону. Да и Геля похорошела после родов, согласитесь. Стала походить вот на эту актрису чем-то. И многие обращают внимание на поведение малышки. Степанечке всего месяц с половиной. Она развита просто шикарно. Живая, активная, зыркает глазками. Везде сует носик, машет ручками ножками. Очень любознательная, бодрая, как и сына Ганесянов. Геля и Степан уже завтра возвращаются на Дом-2. Но вот Надя Ермакова говорит, что оставаться на Доме-2 надолго они не намерены. Африкантовы и Капаклы вернулись из Сочи, куда летали на крещение Степане и Степановны. И вот, проснувшись поутру, ребята обнаружили, что их машину поцарапали и обчистили. А ведь она была припаркована в хорошем месте. Какая-то сука ее поцарапала, рассказывает Маришка. И еще сперли вот этот знак. Как это вообще возможно, Ром? Вот что значит Красногорск. Маша Кахно победила в каком-то сомнительном конкурсе красоты. Королева с мини-собачкой. Ура, победа, главная корона у нас, пишет. Спасибо всем. Пингвинова жалуется на предродовую депрессию. Говорит, ничего не хочется, даже сториз снимать. Все, лень. Появилась апатия, депрессия. Накопилась куча дел, но не за одной из них. Девушка не может взяться как следует. Ну, как-то так. Милена Безбородова поругалась с Безусом и покинула проект. Снять квартиру ей помогает подружка Рита Ларченко. И, как оказалось, в отношениях Безбородова и Безуса все просто ужасно. Там были побои. Парень избивал ее за закрытыми дверями отеля так, что ее рот наполнялся кровью. Он шантажирует девушку, пугает тем, что обнародует домашнее видео. Остается только надеяться, что теперь их расставание уже окончательное. Что трепать нервы друг другу и зрителям ребята больше не будут. Строковой сахнов поругались. Но вроде как еще не расстались. Спят в одном помещении на соседних диванах. Ребят попытался примирить Влад Кадони. Он приезжал к ребятам в гости и подарил им дорогой пылесос за 15 тысяч. Бородина говорит, что ни за что не отпустит своих девочек на Дом-2. Я хочу, чтобы они закончили институты, работали на интересной работе. Жили и общались, а не сидели на реалити. Также Бородина рассказала, чем отличается Дом-2 от Холостяка. Ни в одном сезоне Холостяка в итоге не образовалась настоящая пара. А истории, которые показывают на Доме-2, являются честными, говорит Бородуля. Но она знает, о чем говорит. Паршина и Умански уже целых 7 дней не ссорятся. Настя говорит, что в брак они обязательно зарегистрируют до рождения на свет сына. А когда закончится пандемия, полетим за границу и отпразднуем создание нашей семьи. Ну, видимо, теперь в этой семье до конца конкурса Человек-года будет все спокойно. А вот эта девушка оказалась просто фу-фу-фу. Беркова по сравнению с ней святая. Марсиага рассказала о том, как волшебничала с 10 мужчинами. Такой подарок ей устроил бывший муж на 8 марта. Причем она не видела тех, кто ее волшебничал. Ей нужно было угадать, кто именно из друзей мужа доставляет ей удовольствие. На Дом-2 в последнее время только таких и берут. С грязным прошлым. А Черно таскает своего ляльчика к этим чушкам. Дима Дмитренко просит подписчиков голосовать за Олю Рапунцель в конкурсе Человек-года. Ведь за ней большая армия фанатов. И поскольку у нее двое детей, то от еще одной призовой квартиры Дмитренко не откажутся. Настя Паршина разгромила Илью Ябарова на первом этапе конкурса. Илья теперь боится голосования зрителей. И он намерен теперь покинуть конкурс. Ну а с проекта Ябаров пока не уходит. Вот Настя дала интервью журналистам. Говорит, мы поехали в Саратов по вопросам возведения нашего дома. А еще мы хотим взять ипотеку и купить квартиру в Московской области. С проекта мы пока не уходим. Об этом даже речи не идет. Настя Голд после пластических операций продолжает улучшать свою внешность. Теперь у нее по плану уколы красоты. Она будет делать скулы, губы. И спрашивает подписчиков, как вы относитесь к контурной пластике с помощью филеров. Кобелева и Стрелков тоже помирились. На проект приехала мама Аниты. Она одобрила избранника дочки. Ясно все про них, пишут в комментах. Мама и папа прутся на дурку вместо того, чтобы сдохнуть от стыда за подобных детей. Тяжелая артиллерия подтянулась. Феденьку будут к таинству подводить. А то доча засиделась. Алена Ашмарина, которая ждет двойню, плюс к уже имеющимся двум дочкам, переезжает в другой город, в Геленджик, поближе к морю. Она будет снимать там квартиру, а ее салонами в Москве будет управлять сестра. Там хороший климат, можно будет гулять с детьми. И в этот сезон нет никакого столпотворения. Так что Ашмарина молодец, живет так, как ей хочется. Надя Ермакова сейчас стремительно теряет вес из-за тяжелой болезни. У Нади редкое заболевание крови. Врачи поставили ей диагноз «опластическая анемия». При этой болезни в организме человека очень низкие показатели ретроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Ермакова лечится, но пока не замечает никаких улучшений. И напоследок о том, как развлекаются в Сочи, Савкина и вся ее большая веселая компания. Подружки Алена и Яна замутили крутую фотосессию. Также бывшие участники наслаждаются тем, что все их узнают. Сочинские бизнесмены им активно предлагают рекламу. Они кушают на халяву в хинкальной, рекламируют магазины, салоны красоты. И вот смешные кадры женщины-леопард-мама Таня так умоталась, притомилась, что уселась в коляску Богдана. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать.